Вот и пришла холодная осень, а так хочется продлить себе летние дни. Я знаю способ. Сегодня мы отправимся танцевать бразильский зуб и узнаем, чем он может быть полезен для здоровья. Субтитры делал DimaTorzok История зуба начинается в странах Карибского бассейна, а точнее на островах, которые ранее считались французскими колониями. Гвы де Лупа, Сан-Люсия и Мартиника. На самом деле это танцевальное направление относительно молодое. Зуб начали танцевать в 80-х годах прошлого века, примерно тогда же, когда и появился одноименный стиль в музыке. Так что же означает это экзотическое слово? Все просто. С языка французских креолов зуб переводится как вечеринка или фестиваль. Леандра, я очень рада сегодня здесь находиться. Мне всегда очень нравилась бразильская культура. И звук на меня произвел, когда первый раз увидела этот танец. Очень сильное впечатление. Я надеюсь, что сегодня мы выучим несколько базовых движений, и я пойму, что же это такое двигаться по-бразильски. Да, давайте готовимся. Да, тогда, соответственно, с чего мы начинаем? Есть ли здесь какой-то основной шаг, который нужно знать? И если вдруг я сбиваюсь, то всегда переходить на него, как это бывает во многих специальных танцах. Да, да, конечно, как в всем направлениям, так это главное перемещать вес с одной ноги на другой. Но есть базовые элементы, есть траектория, в которой нам нужно ходить с ногами. Это примерно такое. Если правой ногой мы идем вперед, первый шаг длинный, второй шаг таким же образом вперед. Делаем небольшую подставку, небольшую паузу вперед и приносим вес обратно на задние ноги. Это мы делаем первая тройка, первая траектория вперед. Дальше на продолжение мы идем назад и назад, и третья шага таким же образом на месте. Так что у нас здесь два шага вперед при движении и приземление назад. Два шага назад при движении и приземление вперед. И мы всегда на носочки. И мы идем вперед, на носочки мы ходим, приземляем на третьем шаге. На третьем шаге мы с мягкостью поставим пятки. И дальше два шага на носок, на носок, с мягкостью на пятки вземлились. звук это латиноамериканский танец первые стоком которого была ламбада соответственно это жизнерадостный веселый танец но так как он сейчас уже прошел достаточно большой путь эволюции сейчас очень много разных видов этого танца разных стилей и сейчас он более приобретает такой сексуальный даже вид 2 упражнение который нам нужно делать сейчас это больше направлен к партнерами называется элемент латерал это динзи очень необходимые элементы мы идем в период начнем закручивание на противоположную сторону и переносим вес в центре дальше на продолжение мы идем обратно и закручиваемся и перемена веса в центре как таким же образом легкой стык мы приносим вес на пяткой и носок носок пятка носок носок пятка в этом момент именно в этом элементе мы покажем больше воздушность от звук вот эта плавность вот эта мягкость так мы ходим когда ходим на конка плавание у щеки щеку считается что чувственность бразильскому звуку придают определенные движения а именно повороты и вращение головы партнерши чтобы правильно их научиться делать даже проводятся специальные мастер-классы на которых рассказывают как правильно поставить голову и как красиво и безопасно сделать мах волосами наверное ни в одном другом танце не уделяется такое внимание гибкости шеи оказывается что даже этой частью тела можно протанцевать страстные чувства девочка мне конечно так издается намного проще девушки даже и русским могу сказать стопе достать действительно очень хорошо получается и даже настолько хорошо как появляться дошли на таки персонал в чтении очень маленького срок и люди которые так и нас начинать девушка который начинает называть с и другими преподавателя бразильский который прямо-то приглашать настолько на хорошие так получать приглашение от образец преподавать чтобы составить с ними парам а с мальчиком и до в мальчика на самом деле я понимаю что в россии там большинство проблемы стоит даже не на подготовка либо на физической подготовка а в голове настолько человек и раскрепается быстро на столько он хочет это делать но я понимаю что так они построят для себя не небольшую барьеру как будто например волны делать волны люди так с трудом как-то зажимается и так чуть-чуть зачем меня и я думаю так и большему голове потому что физические возможности указывает человеке если это все правда зависит от желания бразильский звук очень интересное танцевальное направление обратите внимание как он медленный какие там сложные движения много поворотов сложная координация взаимодействия между партнерами он очень чувственный вот бразильский звук учит в отношениях договариваться а вы знаете есть очень частый миф о том что успешность союза определяется совпадение между партнерами ну то есть если мы очень похожие то тогда у нас все в отношениях будет отлично это абсолютная неправда во-первых мужчина и женщина они не могут быть очень похожими потому что она женщина он мужчина успешный союза определяется другим умением договариваться подстраиваться то есть если партнеры умеют много общих интересов но при этом каждый тянет одеяло на себя ведет себя эгоистически то у них ничего не получится многие отношения распадаются именно поэтому знаете есть такое такое высказывание эгоист это невоспитанный человек который больше думает о себе чем обо мне вот именно поэтому распадаются очень многие пары успешны те союзы где партнеры готовы и предъявлять свои потребности и слышать потребности другого договариваться вот в бразильском звуки мы этому учимся просто на уровне тела сложная координация движений сложное взаимодействие нужно договариваться леандра как всегда сложный вопрос что делают руки да пока мы танцуем танцуем не с партнером и конечно как мы просто просто держать руки стороны например легенд не пальцы аккуратненько поставили как будто показали ноготь и вот они сущаются и поехали легенды чик-чик лево чик-чик вправо и чик-чик лево и чик-чик так что у нас здесь есть возвышение у нас есть а латерал мы можем что-то танцевать уже светом когда подключаются повороты когда уже в паре что-то на самом деле дака представлены всегда элементы по отдельно но потом мы мы и учи в паре такие пробуем вместе что попробуем в паре давать попробуем у мужчина конечно как как и матча наверное сказала бразильскому звуку так и требуется правда очень хорошая подготовка и вес муси тела такие и нужно ты работа на большинстве вот и либо чаще всего работают это плечевой час корс потому что мы держим рамки постоянно нужно создавать этот фиксация рамка плюс значение партнер так что плечу партнер наверно первом месяце так чуть-чуть и заболеет чуть-чуть и такие и больно чуть-чуть наверно лить и также вернее часто спинит на уровне лопатки зато задержка осанка который не очень привлечена всем многие могут так сказать это час больше всего требует и ногами конечно так икры наверно чуть-чуть что же чувствует потому что часто топом на носок при понимании на на полносок и поэтому может быть икры тоже болят вся прелесть звука в том что это молодое направление поэтому рисунок и хореография до сих пор развиваются и совершенствуются появляются также и разновидности этого танца нео звук сол звук карибский звук и звук ламбада здесь у танцовщиков есть безграничные возможности для импровизации и привнесения эффектных по из других танцев на разных континентах звук даже приобретает какой-то свой особый стиль в неком смысле умение импровизировать это фишка социальных танцев как этому научиться у опытных преподавателей есть свои методы бедра добавим чуть-чуть это же бразильский танец и и том и тик-тик том и тик-тик том и тик-тик том и обе-теносцитом и элемент мы переходим на шлейф который называется латерал мы делаем слоу вперед вперед не боимся там и закручиваемся и переносим вес на месте и дальше на продолжение в сторону и закручивание в сторону и закручиваем и таким образом расширяем рамку и с руками продолжаем держим осанка медленно третьяга на месте условно можем разделить станции на простые и сложные вот в плане рисунка узора между взаимоотношениями вот наше время знаете вот называют временем потребления мы хотим потреблять получать удовольствие что все было легко и просто а в отношениях легко и просто не бывает успешные отношения это всегда очень большая работа есть очень вредный миф который пророждают многочисленные вот эти фильмы мелодрамы любовные романы что вот однажды я встречу вторую половинку вот партнера который мне подходит настолько что все сразу же сложится само собой неправда над отношениями нужно работать любые отношения это очень сложный узор вот и в бразильском звуке мы видим что мужчина и женщина до между собой в отношениях они имеют очень сложный узор взаимодействия при этом они могут договариваться они могут оставаться единым как во всех социальных танцах это понимать партнера чувствовать что он хочет потому что видение у партнеров бывает разное бывает хорошее бывает у некоторых не очень хорошее и понять что он хочет и сделать правильно чтобы общая танцевальная картинка была красивая вот эта сложность для партнерши наверное во всех танцах и в бразильском звуке также отсюда мы будем добавлять немного увеличиваем чуть-чуть развращение от элемента латерал мы идем в период с правой да справа все правильно и слева нога вперед и в этот момент сейчас мы закручиваем корж чуть-чуть из стороны приземляем параллельный правая нога идет параллельно в линии корпус вот небольшую сейчас справа идут до полный пяток поставим смотрим на партнера держим масонка улыбаемся и слева ногой мы идем на поворот поворот вокруг своей оси партнера везут лопатку улья и базовый шаг продолжаем и право ту ту лево ту ту есть базовый элемент который очень необходимо допустим человек не может ходить на занять месяц и дальше такие а я понял что я могу импровизировать и дальше продолжать развивать сам по себе потому что есть право танец если право перемена весу как вести партнерш и так далее но действительно он открывает большую возможность дела импровизации так главное не сбиваться с базового шага тогда все получается когда есть вот постоянно перемена веса для партнерш и правда все сдается намного проще если она не путается ногами партнера покажет дорожку и всегда вот дорожку хорошим путем если присмотреться к движениям партнера в звуке или самому попробовать исполнить эти амплитудные вращения то можно почувствовать как зажимы в теле как будто бы прорабатываются и исчезают это происходит из-за того что пластика танца заставляет нас по иному задействовать наши мышцы и связки давая им безопасную и приятную нагрузку и еще одно любопытное наблюдение в звуке нужно не стесняться задействовать бедра во первых это позволяет двигаться плавно даже под быструю музыку а во вторых активизирует кровообращение в органах малого таза что одинаково полезно как и для мужчин так и для женщин до форма датова не спрами а а а и и а а а а Звук-танец демократичный. Для занятий вам не нужна ни специальная обувь, ни дорогие костюмы. Хотите тренироваться в балетках или кедах? Вперед! Желаете танцевать в изящных бальных туфлях? Пожалуйста! У мужчин также полная свобода в выборе одежды. Футболка, рубашка, джинсы, кроссовки. Одним словом, все, в чем удобно сливаться воедино с музыкальным ритмом. Вообще нелегкий танец, потому что надо очень тщательно следить за балансом. Это постоянно, это правда, особенно у партнерши, если вот такое отличие. Так что если партнерши не фиксируешь свое, не задерживаешь щеколки на месте, ничего там не в тонусе, постоянно падает с нога. Так что нужно оправдать, следить за своим напряжением, корпусом, мышцами и так далее. Ну, как мы знаем, звук это, правда, бразильский танец. Но есть один атлетик, который дает вообще расселить это другие направления. Это же... Вращение головой. Вращение головой. Я читала, что бывают иногда даже специальные классы для партнеров, для женщин, где конкретно ставят шею, голову, плечевой корпус, что вот конкретно учат только, как правильно вращать головой. Все, все, если так, прямо так. Чтобы обращать больше внимания на эти нюансы, потому что это не только украшение, как делать красиво, а также как делать вот это безопасно. Потому что, таки, это, правда, достаточно, таки, непростой элемент, который можно, таки, составлять никакие дискомфорты. И поэтому, таки, делом отдельно занять, который называется женский стиль, либо звук леди стая, именно для дивизионной головы. Есть такое понятие, так называемой, ядерной сексуальности. Ядерная сексуальность – это, собственно, плавой акт. А есть понятие эротической сексуальности. Это прелюдия, это то, что вокруг. У нас сейчас время очень быстрое, когда партнеры очень быстро переходят к ядерной сексуальности. И они упускают как раз этот элемент эротизма, предвкушения, прелюдии. Помните, как герой в фильме говорил, вы привлекательны, я чертовски привлекательна, зачем нам зря тратить время? Нет. Тогда мы упускаем очень важную часть жизни, часть эротическую, часть чувственную. Вот в бразильском звуке это есть, в отношениях нужно учиться замедляться, не приходить быстро к самому вкусному. Нужно к этому идти постепенно, наслаждаться самыми разными гранями в его взаимоотношениях. И вот бразильский звук, он именно эротический, именно чувственный. Он учит замедляться и именно так, в таком темпе, больше ощущать свои сексуальные грани, сексуальные грани партнера и взаимодействовать. Делаем элемент, который называется щекочем. Интересный элемент, переводится как хлыст. Это именно будет так, относительно вашего движения головой и как летают волосы. Например, этот элемент нам нужно составлять вот такой выдыхание в корпус. Грудная клетка надуваем вдох, идем на снижение медленно, держим вот этот вдох, голова задерживаем чуть-чуть и опускаемся вниз медленно. Вот как вот королевский поклон, можно так сказать. В этот момент, когда мы опускаемся, волосы у партнерши обычно налетают вниз. И дальше отсюда делаем, что мы называем щекочек, хлыст. В этот момент вот откидываем волосы за собой. То есть я так понимаю, что тут опасность в том, чтобы не слишком запрокидывать голову. Как раз в этом, когда мы исполняем таким элементом, у партнерши должен быть отличный насчет того, что затылка задержалась чуть-чуть подальше от северной позвонки. То есть мы делаем элемент больше направлен к потолке. Так что чем очкачивать, а не к потолке, а не складываем щелей. Несмотря на плавность и грациозность этого танца, я бы хотела отметить и несколько противопоказаний. Поскольку звук – это динамическая нагрузка с постоянными вращениями, то такое занятие, к сожалению, может не подойти людям, у кого есть проблемы с вестибулярным аппаратом или нарушена работа внутреннего уха. Повышенное давление также может стать поводом аккуратнее отнестись к подобному хобби. Ну, во всяком случае, это точно причина посетить вашего лечащего врача перед началом занятий. Обычно, если мы считаем по восьмеркам, музыкально, как хореографическое, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, это просто доли, если не счет, они так все. Раз, три, пять, семь. Так что, большинство, в музыке есть вот этот порядок построенства, либо корень такой музыки, и поэтому таким можно много раз не ритм танцевать, правда, звук. А в Бразилии, правда, мы танцуем под все, нам это очень интересно. Мы больше всего держимся за корень музыкальный, который больше направлен к звуку карибиска, как и зомби, который больше нам тянется, правда. Но и тоже под арамби, под хип-хоп, под регетон вообще в 2000 году, это было просто февр, мы только под регетон танцевали, но под все, если есть такая романчительная классическая, которая дает лиричную музыку, которая вообще подходит, и танцуем, конечно. Бразильский звук очень хорош для тех, кто испытывает проблемы во взаимоотношениях партнера, с партнером какого рода сложно договариваться про что-то. Например, вы постоянно прогибаетесь под партнера, приспосабливаетесь, соглашаетесь на то, что вы не хотите, потом начинаете на партнера злиться, обижаетесь, это накапливается как снежный ком, или другая крайность, вы постоянно настаиваете на своем. Вот бразильский звук, возможность договариваться на равных про что-то. И замагаем чуть-чуть волос вперед, опа, и стоп, и наверх, еще раз, и вниз, и ждем вверх, и вверх. То есть я жду вот этого движения. Небольшой толчок партнера, так что партнер опускается, дает упор, и потом он дает уведение на откидывание волос. Поехали. И э, вниз, и а, импульс. Вот, если мы будем проглядывать, например, латерал с правой ногой, и латерал с левой ногой, и латерал с правой ногой. Например, мы выравниваемся для барзовых щек, и, например, начнем надувание грудной клетки, отпустились, голова. А я замираю в этот момент ногами? В этот момент вот мы поставим правой, и дальше ощущаем, если партнер дает импульс для продолжения, либо стоим на месте. В этом случае мы стоим на месте, потому что небольшая блокировка создает партнера. Мы идем со снизением, голова задерживаю, и пустили. И дальше щекой, и элемент латерал снова. Плюс к движению с головой важно не потерять баланс. Сложно избавиться от головокружения, особенно в начале, потому что голова действительно будет кружиться, и к тому же, если с вестибулярным аппаратом в детстве или сейчас какие-то были проблемы. Но все это тренируется, да, если сделать один раз, да, закружится голова. Два раза, да. Десять раз уже не так сильно кружится, двадцать раз уже не кружится. Когда я смотрю на танцовщиков, исполняющих звук, мне кажется, что это своего рода магическая практика. Движения плавно сменяют одно другое. Загадочные петли из рук то и дело перемежаются с замысловатым лабиринтом из шагов. Партнеры кружатся по залу и понимают друг друга без слов. Практически танцевальная медитация. У нас Россия, у нас холодно, у нас сиерана больше. часть времени года а мы люди мы по природе своей мы очень зависимы от солнца от солнца в прямом смысле этого слова до солнечных логич и лучей от солнца символического от радости от удовольствия так как мы лишены солнца вот в природе большую часть года мы лишаемся радости символической солнце символического и когда мы танцуем танцы вот такого рода из солнечной бразилии до нас как как будто доносятся символически лучи солнца, радость, удовольствие, яркость эмоций, яркость эспрессии, предъявление себя. Обратите внимание, как мы по-разному одеваемся. Вот если мы пройдем по улицам в России, какие цвета доминируют? Ну, может, летом мы что-то яркое немножко увидим, а основная часть года – это какие-то темные тона. В Бразилии – это яркость, а мы не случайно выбираем ту или иную одежду. Это отображает наше внутреннее состояние. А вот мы боимся себя предъявлять, мы боимся быть в яркости, мы боимся наслаждаться жизнью. В этом плане нам есть чему учиться у бразильцев. Есть различия между партнерами и партнершами. Конечно, для партнерши, наверное, минимум на два раза больше расстраивать силу, потому что у партнерши есть напряжение, верните спине, еще рачаще, и очень часто работают из-за фиксации, из-за наклона корпусами. Партнеры больше всего, как я сказал, так и плечи работают, но у него есть во время дыхания, когда обнимает партнера. Так что всегда под закрытой позиции у него есть в этот момент отдыха, а у партнерши нет, потому что он должен продолжать держать оценку. Поэтому у партнера сдается намного проще, у партнерши больше работать силу. Наверное, после вечеринка указывает девочка, наверное, должна чувствовать на следующее утро себе вообще так, ой, вечеринка, вечера удалось, хорошо. Вот, вот это любимое движение девушки в зубе. Они после того, они делают вот это движение, все, влюбились в направление. Ох, фух, ну сложно, потому что вот я сделала пару раз, и уже так немножечко... Голова очень крутится. Да, нужна тренировка, конечно, чтобы делать. Да, но это правда, головокружение, она проходит больше практика. Чем больше практикует, тем меньше голова будет крутиться со временем. Мы говорим, что это подготовка к азмонавту. Оказывается, чувственный и утонченный зуб – один из самых популярных танцев в Бразилии. Думаю, что секрет его популярности в том, что он очаровывает буквально с первого движения. А еще для зуба не нужна специальная музыка. Да-да, именно так. Рисунок этого танца позволяет исполнять его совершенно под разные мелодии и стили. Поэтому вы можете блеснуть своим новым умением абсолютно на любой вечеринке. Чтение примерно 5-6 месяцев – это момент, в котором человек ощущает самый комфорт в танец. Он уже идет на вечеринку без проблем, ощущает, что можно танцевать, можно импровизировать. Конечно, есть исключения. Есть человек, который подольше так и занимается, человек, который поменьше. В чтение 2 месяца уже танцует хорошо. Конечно, тоже относительно к базе, либо к чему раньше занимался. Если раньше занимался танец, конечно, так все дается намного быстрее и проще. Обычно зуб разделится по тройке, так что трещет. Слоу, квик, квик. Исполнение самой дивизии с головой получается в концерте от каждого тройка. Либо между квиками. Допустим, у нас здесь и слоу. Это я иду? Квик, квик. Да, в этот момент первый слоу. Партнер идет, но голова держим на боку. И слоу, квик. Исполняем. Дивизия с головой. Супер, молодцы. И дальше поворот. И к партнеру еще базу и шагу. Если партнера хороший, если он джентльмен, всегда после дивизии с головой он заберет партнеру обратно в пару. Чтобы она пришла в себя. Чтобы она пришла в себя. Что никуда не попало. И так далее. Нам очень не хватает движения. Когда мы начинаем двигаться, когда мы начинаем двигаться так ярко, так насыщенно, как это происходит в бразильском. Звуки меняется наше состояние. У каждого из нас некое есть такое фоновое состояние, как фон, который за спиной. Мы привыкли, что мы в этом состоянии пребываем. Бразильский зуб – это как встряска, который нас приключает в совершенно другое состояние, которое может быть более ярким, более насыщенным, более вкусным. Поворот. Ну как вам? Мне очень нравится движение головой. Вот это как у вас, девочки. Это хорошо. Но я поняла, что самый главный секрет, мне кажется, это опытный партнер. Но правда помогает. Да, помогает, конечно. Зуб – это правда очень эгоистическое направление, можно так сказать. Мы правда исключаемся от других сутильных танецов и построим всегда такие вечеринки больше направлены к нашему направлению. Не знаю, почему-то зуберы, либо люди, которые танцуют в зуб, они не очень любят как раз так и помещаться с другими направлениями. Если дело такого, даже если и к близким направлениям, которые музыкально тоже самое, как у нас, например, к зомби, они не очень, не очень любят. И поэтому таким и делом более исключительно вечеринка направлена только к зубам. Есть мнение, что латиноамериканские танцы – это воплощение сладострасти и чувственности, порой ограничащие с откровенной сексуальностью. Однако зуб – это танец про совсем другие проявления чувств. Здесь главенствует романтика, нежность и притяжение. Хотя при желании в свой вариант зуба вы можете привнести совершенно разные эмоции, что тоже очень здорово. И топ-топ право, и топ-топ лево, и топ-топ право, и топ-топ лево, и топ-топ право. Видите? Главное вот это перемену веса для партнера, конечно, если рамка особенная, есть, есть все, что требует от меня партнера. Главное не задумываться, главное просто слушать музыку. И пускай, плаваем, голова, и хуп! Молодец, очень-очень хорошо. У вас получается прекрасно. Леандра, спасибо большое. Я очень рада, что попробовала зуб, потому что мне всегда завораживали вот эти вот движения головой. Сейчас я знаю, как правильно замахиваться, как красиво делать движения волосами. Я думаю, что в обычной жизни мне это тоже пригодится. Ой, здорово. На вечеринке бывает, это, правда, возникает внимание людей, и они иногда ходят и смотрят. И очень-очень забавная ситуация, что всегда, когда люди смотрят и видят что-то движение с головой, они начнут так и сразу танцевать сам по себе. И так, вот так бывает. Любопытная вещь. Танцы меняют взгляд на жизнь. Осень, зима, весна. Занимаясь таким танцевальным направлением, как зуб, с вами всегда будет знойное бразильское лето. Занимаясь. Занимаясь. З Clayast. Цельной puede.